всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру игрока в нхл 21 за виктора передачкина и это завершающая серия регулярный чемпионат регулярный сезон последние пять матчей перед плей-офф начинаем с филадельфии потом конечно же в конце серии подведем все статистические итоги виктор станет ли у нас лучшим снайпером в этом интрига потому что лучшим по очкам и по голевым он точно станет по плюс-минус вроде тоже по дракам еще надо будет посмотреть кстати потому что очень много драк было в прошлой серии вот ну погнали с крылышками с филадельфии flyers играем первый матч причем играем в гостях и по традиции я ставлю нашу красивую альтернативную форму вот туда обожаю ее у нас два задания от сми ну одно глобальное на весь как бы регулярный чемпионат стать лучшим мы станем уже никто нас не успеет догнать по системе гол плюс пас ну и еще одно задание конкретно на этот поединок набрать два очка панарин так пошло поехало называется силовые тоже пошли мне это нравится хорнквист ай-яй-яй с клодом жиру меня сравнивают ну что тут сравнивать посмотрите на голевые это с его лучшим сезоном я так понимаю сравнивать не с этим ох как витю вынесли так травму нет надеюсь нет травму нет из-за меня там мстят разумеется филадельфия открывает счет хозяева молодцы патрик прошил шестерки на тренер сразу подзывает час еще и ему обещание дам давно я не играл 4 на 4 если честно вот он шанс показать себе только нельзя проигрывать в братство не молодец труба подобрал шайбу заходит зону панарин не успел шайбе тут силовой прием ведь от воевал красиво за ворота не пустят лучше защитнику сыграть труба витя витя ну дважды развернулся это уже перебор был столько времени никто не даст конечно реймер на месте пытался поразить незащищенный угол но он его все-таки оберегал как оказалось до последнего витя заносит шайбу в зону завозит я бы сказал разворачивается бросок на отскок и шайба просвистела мимо двоих наших игроков обидно я рассчитывал что она скотч на одного либо другого нападающего там стром был по моему из-за смены и еще кто-то по моему панарин как раз таки 2-0 филадельфия напомню задача у меня набрать два очка в этой встрече уже середина матча не удается пока выполнить обещание сми здорово я там мелькал мелькал перед вратарем конечно так я забыл как она начиналась эта комбинация но по моему видите тут не дадут очков яндал и труба разыгрывали вроде как а до этого хорнквист ведь я не поучаствовал этом пытался подставить люшку ездил перед вратарем гонял на нет не удалось начинается третий период обещание моё подвисло конечно очень серьезно ах панарин надо было забрасывать на дружище ты хочешь стать лучшим снайпером или нет кажется у нас травма у хорнквиста да ведь этот силовой применяет дам хорнквист держится за руку или за что ли за бок непонятно ух тут его приняли проворов смачный такой силовой прием стром теперь с нами да в звене ах панарин подставил ну подставил же не наберу я тут два очка осталось пять минут совсем уже мало времени обидно обидно будут минусы не будет не будет очка особенностей возможного да которое могло мне прилететь хотя но одно очко я еще могу набрать 2 2 ребят овертайм рейнджеры сравняли без передачки на причем какие красавцы попробуем выиграть вбрасывание сейчас может быть будет получаться у нас ну что труба панарин и конечно же витя да выиграли молодцы так труба яй-яй толку то то что выиграли вбрасывание если вот так мы теряем шайбу браво шестеркин труба отборолся но давай вот два в одного раскатились панарин раскатились панарин раскатились ух браво вратарё браво а здесь вытащишь меня накрыли не захотел я трубе отдавать сам решил попробовать да уж хороший силовой сразу мне пас труба заходи заходи в зону заходи можно отдать и ну здесь то боже мой что вратарь творит но там правда не точный бросок был но все равно какой вратарский прыжок футбольный имею ввиду погнали 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 два в одного снова выход ты куда-то на меня-то катишься я не понял сейчас как он меня зацепил невидимая клюшка или что были ну как как это было возможно сейчас такие моменты ну рейнджеры давайте 4 на 3 4 на трех но булиты 0 очков набрано увидите к сожалению пресса будет недовольна типа ты обещал и не сдержал минус там очки бренда все дела я первый исполняю булиты я напомню я еще ни разу не забрасывал и в этот раз тоже не получилось но теперь смотрим со скамейки и ждем чем это все закончится кто нас на воротах кстати играет щитки какие-то необычные не помню шестерки поменял щитки артемии но вот он реализует не тоже нет какую-то хитрость там красивую придумал но не попал реально красиво бросал но эффектно но не эффективно да но это может затянуться да это может быть долго долго продолжаться может зибонежат давай о мика красавец но если у хорнквиста травма то верните зибонежата лучше чем страума то первое звено с другой стороны зибонежат очень полезен во втором звене ну ладно победа по были там команда подтащила тут я я давал вот прям идеальные голевые там я думал ну все уже что у панарину что и второй раз тоже вроде панарину сначала вратарь какой-то сумасшедший сейф сделал а потом еще и штанга он тоже там прыгал красиво ох я чувствую в плей-офф вообще будет весело с этими вратарями так 0 набранных очков давно такого не было блин и в тот самый момент когда когда эти очки очень нужны шайбы заброшенные ну да ладно ну да да давайте минусы мне свои вы не смогли достичь в этой игре поставленных целей но все равно выступили хорошо прокомментируйте для меня главное хорошо играть результаты придут симпатия бренда минус 25 гостевой матч теперь против нью-джерси дэвилс понеслась нет не понеслась хочу звенья посмотреть как там хорнквист у нас а ну строум да теперь с нами возвращение строума в наше звено мы недолго с ним играли в одном звене но играли тоже неплохо вроде вот в этой форме мы по моему еще ни разу не проиграли которую я ставлю на первые матчи в каждой серии подбешивал меня хорнквист теперь он получил травму посмотрим будет ли подбешивать строум наш краснолицый друг причем я посмотрел в реальности у него не такое красное лицо как здесь в игре я не понимаю почему она тут так выделяется нью-джерси браво можно только поаплодировать очень красивая атака разыграли до верного кажется игра 5 на 3 друзьям великолепный шанс и выигранное вбрасывание бросок понарина ведь а так ждем 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 угол был открыт но долго виктор разворачивался к сожалению чтобы бросить вратарь успел переместиться по идее это для нас идеальная ситуация зибонежат чуть не офсайд вот что он творит еще будет удаление у нью-джерси ведь открылся вот другое дело 1 1 вот сразу когда бросает все в уголок чтоб никто не уволок чтобы лайна не догнал с панарином панарин кстати мне отдал голевую 1 1 отлично и 2 1 другое звено большинства бригада большинства уже выводит нашу команду вперед ну как красиво ну как красиво мне не засчитает голевую голевую увы потому что я выиграл вбрасывание потом бросок защитника точнее пас защитника панарин бросил и зибонежат добавил но мы опять реализовали большинство вот он процентом каждое третье большинство ну примерно рейнджеры реализуют так оно и получается это еще мы не каждый раз выходим на лед наша бригада да тренер я постараюсь еще забросить или голевую отдать почему нет на струма вот он то реализовал в отличие от хорнквиста ну вот почему в прошлом матче не шла игра так когда она так была нужна мне но видите вот видите вот видите фанарин давай давай включайся в гонку снайперов 5 1 все просто разорвали за половину периода разорвали нью-джерси где это все было вот куда она все делась прошлом матче куда она девалась я не понимаю почему мы так не играли от соперника конечно еще много чего зависит но это какой-то кошмар как две разных команды витяз неудобно и туда пытался в щелочку попасть строму еще одна голевая 6 2 со стромом то лучше тренер не возвращай к нам хорнквиста это не лучший вариант для первого звена но правда об этом и в комментариях и читают зрителей оставь фон строма уж тогда мы с ним как-то лучше взаимодействуем а вот еще одна передача по на рину он ближе ко мне под снайперским показателям становится но мне не жалко 64 у него сколько голевых у виктора уже в этом матче сколько очков вообще набрано давайте посмотрим шайба и 4 передачи уже у виктора 5 очков набрано за один матч вбрасывание 46 процентов на данный момент можно улучшить это дело 73 надо было мне на перехват шустрее двигаться 85 да вы чё там разошлись то еще середина матча только вот это счет 95 кто забросил не видно надеюсь лафриньер я ему только успехов желаю потому что если бы не передачкин возможно он бы претендовал на лучшего новичка она у нас тут 9 6 у видео красавец какой 10 6 шайба передачкина в ближнюю девятку всех убрал раскачал попал шестьдесят шестая нет панарин не догонишь нас такое заочное противостояние так но 10 6 такого счета по моему еще не было за всю карьеру за весь регулярный чемпионат во симпатии очки там все подросло сразу как ну как я так отборолся за эту шайбу ну ай устал витя устал вон 64 62 онлайн и все еще 61 но это до матча по моему до статистику показывает я потерял шайбу в своей зоне ли я виноват 10 7 настолько круто играет в атаке передачкин настолько ужасно в обороне в этом матче панарин нет не забрасывает ведь мог сейчас приблизиться вплотную опять в гонке снайперов квите причем именно видите его и снабжал этой передачей так спокойно выиграли шайбу молодцы ну что в контратаку нет да в контратаку пойдем 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 витя устал силовой где шайба шайба осталась за воротами ну все на смену теперь уж точно сил уже вообще нет сайт тем более 10 7 вот это перестрелка 11 9 блин ну сократили отрыв то 11 20 шайб за один матч что происходит что-то сломалось или что ну мы еще сейчас после выигранного вбрасывания не пропускали да на силовой передачу мне пожалуйста красиво витя штанга вставай виктор вставай спокойно через панарина стром панарин молодцы 12 9 еще одна голевая витя получается и хэт-трик панарина 65 у меня 66 какая интрига ну панарин должен меня обогнать он чаще завершает атаки у нас я только за него порадуюсь красивая блокировка панарин панарина и потерял я думаю на этом все 21 шайба это очень мощно сколько очков набрал виде давайте посмотрим будет ли он в тройке звезд тоже давайте посмотрим понятно тренер доволен но в обороне я ужасно сыграл на 3 с минусом давно так плохо не играл в обороне но при этом давно также мощнейший не играл в атаке так юс 3 плюс 1 2 силовых третья звезда матча допустим бедный шестеркин конечно столько на пропускал артемий панарин 3 плюс 2 1 силовой вторая звезда матча ну и виктор передачкин первая звезда матча 2 плюс 5 5 силовых 5 голевых передач 2 шайбы 7 очков за один поединок о боже мой так 11 из 23 47 процентов на выбрасывание ну для меня неплохо о новая беседа с панариным он сейчас скажет давай я стану лучшим снайпером виктор у нас выходной в нью-джерси хочешь сходить художественные музеи ну я приду туда куда вы захотите я не собираюсь упускать шанс потусоваться с ребятами отлично организуешь нам тогда транспорт пройтись отличная идея самое то чтобы поддержать форму выходной удалось убедить деньги минус 25 выносливость плюс 2 смотри у меня и так она 99 конечно с нашей игрой нам любая помощь очень кстати с нашей игрой нам не нужна никакая помощь ты должен был ответить панарин 25 бакс это на что я потратил я не понял на мероприятие само просто раз мы не будем пользоваться транспортом мы с пешком пойдем ну окей хрен с ним да уж вот это гоночка снайперская вот это я понимаю кучеров на третьем кстати они погоди line все еще на третьем до 61 шайба он пока больше не забрасывал ему два матча осталось сыграть нам три с панариным у него меньше шансов конечно но я ставлю на артемия то что он станет лучшим снайпером регулярного чемпионата но пока играем против оттавы дома сожалению первое вбрасывание не за мной так зайцев додонов сразу вижу их мимо вити пролетел этот силовой прием в ближний давай повторим прошлого матча подвиг но мюррей ладно видел видимо смотрел наш прошлый матч витя вставай да на пятаке конечно прилетает только так когда пытаешься добавить шайбу но это и нормально так и должно быть хороший силовой витя но отдай мне здорово панарин не мешай панарин артемий на забрасывание это не получилось ну ну выиграли шайбу я готовился поражать уже левый угол ворот ну как передачкин там так здорово стром отборолся все сделал для нас забрасывая не хочу не захотел передачкин забрасывать явно так не пора ли нам на смену как бы подустали уже ладно сначала оборона все правильно вот теперь смена о как удачно начинаем период в большинстве хороший шанс отличиться выиграли вбрасывание зибанижат заходит зону сайт угол был закрыт надо было за ворота уходить наверное ну там уже поздно было я уже нажал кнопку броска на отрыв на отрыв на отрыв жду 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 ух через борт красиво как виктор не смог обыграть один в один не смог зайцева пройти там плотно было не было пространство где его развернуть вообще не было так вторая попытка витя витя на панарина нет да 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 на панарина все правильно мои любимые силовые пошли в дело да именно они именно они именно они ну есть зибанижат 1-0 фух вы видели как я там всех раскидал опять у бортов 43 у зибанижата тоже неплохо на голевая передачки на этом набросил он добавил же в кусты но опять вот большинство я думаю а в плей офф наши соперники конечно постараются не удаляться но это сложно не удаляться совсем да практически нереально в хоккее я не знаю вид но это это блин вообще-то смешно такое не реализовывать с твоими то скиллами обидно опять хочешь шайбу но я постараюсь момент у меня есть реализация подводит давить ну на раз-два как семечки щелкали такие моменты почему сейчас не выходит о это вы зря с панарином вот так мимо мимо под неудобную дал панарин конечно я сам запросил шайбу ммм моментов куча уже хэт-трик мог оформить о здорово вратарь браво вантаймер получился в какой-то веке 2-0 хоуден забросил у нас красавчик удвоил преимущество а то после такой результативной встречи небольшая засуха пошла да всего лишь 2-0 и уже третий период панарин возвращает витя витя да что ты будешь делать опять не получается у меня пошли отрывы выходы к воротам к вратарю на рандеву но нет шайб все равно но они есть конечно но их не так много еще шанс вратари просто ну они располагаются то есть смещаются туда заранее куда я планирую их убрать точнее шайбу убрать тот угол куда я хочу какой я хочу поразить читают меня в общем привыкли к моей манере видимо ну блин ну блин ну бросок не пошел пошел точнее по центру а не в угол а как убрал как с двумя разобрался практически витя матч почти закончен 2-0 а та в одну шайбу отыгрывает очень велика вероятность того что они сейчас снимут вратаря конечно же витя проиграл додонову но нет завязались здесь и выбрались нет ну куда ты мне отдал ну зайцев же закрыл закрыл траекторию этой передачи силовой хорошо вставай ведь там панарину тоже досталось додонов опасно очень опасно шайба где вот та вы видите открыт ну что же вы там пустые ворота а вы мне не отдаете чтоб я забросил как же так как же так господа как же так силовой нужен ну а сейчас отдали молодцы есть 3-1 и шайба в копилочку все-таки Виктора сумел я убежать я думал сейчас защитники как сомкнуться и не пустят меня нет они уже видимо сильно устали 67 пустые ворота поздравляем Виктора еще и выполнение обещания перед тренером великолепно а вот мне интересно выносливость там дали всем всей команде или только мне за тот разговор с панариным да мероприятие с партнерами по команде гуляли мы там развлекались ну что ж победа очередная Артемий панарин две голевые в этот раз без заброшенных шайб а у Вити есть шайба так что я немножко от него оторвался Мэтт Мюррей вратарь Оттавы проявил себя да с лучшей стороны сколько он тащил от передачки на бросков в ближнем бою это да ну и Вити один плюс один и семь силовых так семь из тринадцати выигранных в раз пятьдесят три процента вау мне вот интересно успею ли я восемьдесят девять давайте рейтинг получить до плей-офф наверное нет наверное будет сложно не ну двенадцать девять счет это вообще конечно дичь какая-то так на следующий день у нас тренировка поэтому давайте перейдем потренируемся аж одиннадцать часов как-никак и наверное наверное ускорение скорость надо довести хотя бы до восьмидесяти ускорение а потом еще качнем за счет очков которые нам дадут за то что мы будем лучшими по системе гол плюс пас да ускорение восемьдесят мне необходимо поэтому один час оставляем на вбрасывание да за два матча до конца сезона посмотрите какая интрига отрыв опять вернулся в две шайбы передачки над панарино так коламбус дома играем поехали на балансе против доми мы на точке вбрасывания и выигрываем хорош Витя Витя ускорение пас сразу на панарино и артемий ну нет корписало и снова шайба могла залететь от панарино но не залетела тут я наверное ошибся надо было брать на себя игру Лайны да 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 против него играем Лайны в штангу попадает ему тоже не надо давать забрасывать конечно Витя а давай на ускорение защитник не устал тут устал вроде устал Витя да корписало так как же ты хорош или я плох просто стал в ближнем бою с вратарями ну реально что-то как будто немножко потерял тайминги так понятно что кто возьмет колдер кап господи посмотрите на эту статистику Лафриньер красавчик если бы не я если бы не передачки но он бы взял ой в домик в домик корписало ну почти я вообще бросок на отскок делал конечно чтоб добавили но получилось что едва сам не забросил корписало не очень уверенно домик судя по всему контролирует этим можно будет воспользоваться как-нибудь хороший блок а бросок где? вот он неплохо Витя пас снова на защитника обратно Виктору здорово Панарин нет не дошло не дошло я слишком уже был далеко за воротами Коламбус открыл счет Аткинсон неприятно Панарин браво 1-1 выцепил я момент отдать ему все-таки голевую 66 у Виктора 67 напомню да-да тренер да-да-да-да поднять ставки на Строма но я хотел на Панарина не получилось исполнить вот сейчас получилось корписало тащит 2 силовых подряд 2 минуты иногда причем за такие же силовые не удаляют ну окей Коламбус еще и воспользовался численным преимуществом снова вышли вперед они ай стром красавчик 2-2 Виктор две голевые раздавать продолжаем делаем Третья голевая это выигранное вбрасывание уже пойдет за sets вот это я понимаю в девятку а то вечно тянут наши защитники с броском тут тоже он пару шагов сделал потом только бросил но было мощно Я там пытался еще вратарю закрыть обзор И клюшку подставить Три голевые передачки на уже Разным партнером Понарин догоняет передачки на 4-2 67-67 Опять же все по красоте было Выигранное вбрасывание Комбинация рейнджеров и 4-2 Ай как красиво Корписало конечно тащил-тащил-тащил-тащил Но не вытащил Ну блин Я думал он сейчас уйдет за ворота уже и не забросит Забросил 3-4 Перестрелочка опять пошла у нас Я не понимаю Вить ну Ты же забрасывал такое Ты забрасывал Зибонежат Красава 5-3 Вратарей иногда просто Ну ждут этого 44-го Зибонежата Большинство еще реализуем Я не знаю засчитаю тут пас передачки на нет Я как бы бросал поворотом Зибонежат подобрал и сделал все сам потом Ну да ладно Но если засчитают То это еще одна голевая И ведь засчитали вроде Ну что ты сразу мне не отдал Ну сейчас уже поздно Сейчас уже тяжелее будет зайти в зону Хотя попробуем конечно через борт Вот здесь Да-да-да-да Опять я хотел сам И опять не получается Ай Виктор Ну сколько шансов Сколько у тебя шансов Почему ты не забрасываешь Я в шоке с тебя Виктор Если ты так в плей-офф будешь реализовывать моменты Там просто не всегда можно будет отдать На партнера тоже Иногда самому придется Снайпер блин Лучший претендент Сейчас с фанариным конечно делим Но все равно Какого хрена Раздражает он меня Свои реализации в этой серии Ну я не понимаю Ну все уже уходят Ждут пасов от Виктора Что он будет отдавать А не сам решать Поэтому у меня появляются Огромные коридоры Я туда влетаю Но не забрасываю Будет ли Коламбу снимать вратаря Вот в чем вопрос Витя Напонарина Артемий Артемий Ну ты-то что Я уже все Не верю в Виктора Поэтому отдаю Всегда передачи Шестеркин Фиксирует шайбу Вот сейчас Возможно Они снимают вратаря Нет Вроде всего В две шайбы Проигрывают Или они будут ждать Итогов Вбрасывания Но мы тут выиграли Витя На скорости Классно убрал защитника Идет дальше Ну здесь все идеально Было сделано 6-3 Вот это я узнаю Виктора Вот это было здорово Снова выходит На первое место Шестьдесят восьмая шайба Все решится Похоже В заключительном матче Регулярки И тренер будет Снова Сейчас доволен Да Матч окончен Виктор по-любому В тройке звезд Тут даже не обсуждается С троумом 1 плюс 1 1 силовой Третья звезда Фанарин будет второй И Виктор первый Я думаю Такое расположение Ну давайте Давайте Побыстрее Повторы конечно круто Но Жаль их нельзя пропустить 2 плюс 1 Артемий Да Хороший матч Мог еще побольше Реализовать там Но не получалось иногда Ну и Виктор Да 1 плюс 4 Это было мощно Что по вбрасываниям У нас 15 из 26 57% Красота Красота Какая Панарин Так Беседа с ним Что хотел Артемий А Здесь в Коламбусе Стойкость Стойкость плюс 1 Это всегда хорошо Не дай бог Артемий Из-за этого мероприятия В Коламбусе Травму получит Так Ну что Остается 1 матч 82 в регулярке Тренировка у нас 11 числа До нее еще Есть время Давай Питтсбург Пенгвинс И Давай смотреть статистику Ну Лайна там вроде Не должен К нам приблизиться Ну а Панарин В одной шайбе Да 68 67 Рекорд Овечкина Мы вроде побили Да Так Ну Да Лайна 61 И тоже Один матч Осталось ему сыграть Ну 128 Голевых Это круто До 200 Очков Наверное Не доберемся Хотя если в этом матче 4 оформим Можем Смотря как пойдет Но если 200 очков С Питтсбургом Оформим Это будет очень мощно Ну еще и вон Испытания от СМИ Тоже выполним Ну поехали На скорости Заключительный поединок Регулярного чемпионата Все 82 матча сыграли Где-то конечно Получали травмы И Играли не полностью Где-то было много Удалений за драки И так далее Но в целом В каждом из матчей Поучаствовали Хоть сколько-то минут провели Против Кросби Насколько я помню На скорости Лучше всего действовать Как ни странно Вот так Да Видите сразу 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 Панарин догоняет Так 1-0 Отличное начало Чтобы добавить перчику Чтобы добавить интриги 68 Ладно Вроде не повлияло Мероприятие в Коламбусе Да Так Ну что Повторим Нет В этот раз Не получилось выиграть Оббрасываем Вот это подарок был Я вроде даже неплохо бросил Галок находился В том же углу 1-1 Сравнивают пингвины Я не понял сейчас Почему так долго Виктор бросал Ой Не раскачен щелчок Как надо Видимо Ну тут Да Я вот сейчас думал Может быть отберет у меня шайбу Не отобрал Сохранил Видите ее у себя И в девяточку В большинстве опять 69 Прости Артемий Я снова на первом По-моему С нами Незибонежат В большинстве Теперь выходит Или мне кажется А не он он Все нормально Все в порядке Панариен Артемий На Виктора Красиво Видите Не реализовал Боже мой Ну как я сейчас просрался Уж простите за Грубое слово Ну так здорово Отобрал выход 1 на 1 Чистый И что И просто не убрал Шайбы На неудобную Не переложил Ладно Поднять ставки Может быть Указания Тренера Подействуют И Виктор Будет реализовывать Такие шансы 2-2 Зря Я его отпустил Но я начал Реагировать На перемещение Шайбы Других ребят Остановить Пытался я Но не получилось Хорошая блокировка Панариен Строум Получает силовой В ответ Витя Делает свой силовой Строум Ну куда Ну по борту Катни Ой Панарин Нет Строум Это Строум О Долго как Не знал Что делать С шайбой Так нельзя Так усталость Уже накопилась Кстати Но я сначала Отработаю Все же в обороне О Панарин На 2 минуты Или Строум Кто-то из них Штанга Я вообще пас отдавал Но слишком поздно На Панарина 2-3 Ну здрасте Приехали Не хочется проигрывать Последний матч Витя Панарин Артемий Бросок Еще бросок Снова Витя Строум Еще бросок Галок Стена Браво 3-3 Я закрывал обзор Опять На пятаке боролся Эрик Джонсон Вот Новичок Показал себя Ну классно Тут Галоку Он не видел Он реально не видел шайбы Видите Он вообще угол не закрывал Удаление Шанс Опять же Чистенное большинство Реализовать Не получилось Третий период Начинается Равный счет Проигранное вбрасывание У Витей Строум Строум Нельзя уступать Да блин Эти моменты Я ненавижу Потому что Обычно Наши защитники Да проигрывают Такие шайбы Кросби Литенг Четко Не успел я его накрыть 4-3 Браво Панарин 4-4 Догоняет опять Да 69-69 А Вот это Заруба Давайте нам Обоим Приз За лучшего снайпера У него меньше матчей Сыграно Ему дадут Я думаю Ну что Чья возьмет Все-таки 5-4 Яндаль забросил Еще и большинство Я же говорю Не хочется Проигрывать Последний матч В регулярке Очень не хочется Ну что Это такое Я блокировку Вообще-то Нажимал Не похоже На блокировку Было сейчас От передачки На очень Не похоже Алло В меньшинстве Нам не надо Чтобы забросили Окей Зибанижат Сам Давай Нет Он отдал На кого Не на Панарина Даже На Како Ну здорово А что он завис Это празднование Такое Или это Бак Такое Не Это Бак По-моему Странно Манекен Челлендж По НХЛ 6-4 Передачкин Да Голевая Очередная Витя С каким-то Трудом Эту Скачущую шайбу Укротил Виктор Двигается Двигается Принимает силовой Панарин Вступает в борьбу Все Силы кончились По идее На смену надо Но на смену Нас Пока не берут 3,5 минуты Играть Но сейчас Нас точно сменят 5 с плюсом атака 3 с минусом защита Как всегда Равновесие сил Должно быть Равновесие оценок Тоже Когда супер В атаке получается В обороне так себе Ну открытый хоккей Понятное дело Ну и что Получается У нас С Панарином Одинаковое количество Заброшенных шайб Вот террас Кто бы мог подумать Но я думал Он меня опередит Но нет Не успел Немного не успел Должны ему Приз вручить Потому что У него меньше Проведенных матчей И в целом Лучше реализация Чем у Виктора Конечно У меня Намного Больше Попыток Было Забросить Больше Бросков И так далее Яндаль Третья звезда 1 плюс 2 4 силовых Силовые показывают Артемий Панарин 2 плюс 1 2 силовых Вторая звезда Ну и первая звезда Конечно же Витя Шайба И сколько передач Это я уже Сбился со счета 1 плюс 3 1 силовой Что по вбрасываниям 11 из 21 52 процента Слушайте В последних матчах На точке Мы хорошо смотримся По идее Сейчас СМИ Должны с нами связаться Регулярный сезон Завершен Да И 200 Ровно очков Кстати 200 очков Добили все таки Своего 69 заброшенных шайб И 131 передача 200 очков Шикардос Давайте смотреть Всю статистику Наверное Так что по календарю У нас Давай следующий день Ну и да С репортером Сейчас нам Должны по идее Очко особенностей Предоставить Потому что мы Выполнили обещание А вот и вы Нет не будет похоже Виктор Вы достигли цели В гонке за очками В этом сезоне Как и планировали Поздравляем А может быть Следующая беседа будет Блин Ну я Ну я так надеялся Я так хотел Очко прокачки Чтобы поднять себе Ускорение немного Зря надеялся Видимо Ровно 200 очков Это круто Конечно Тут ничего не скажешь Так давай Следующий день еще Пусть там все сыграют Уже Закончен Очередной сезон НХЛ Остановить симуляцию Так И Баффало Баффало Наш соперник По плей-офф Никаких Очков прокачки К сожалению Так Ну давай Центр статистики Глянем Как оно там все завершилось Давай Вся лига 200 очков Передачкин 142 Панарин Кучеров 92 Это тройка По голевым 131 Передачкин Панарин 73 Марнер 65 Из Торонто Ну и по шайбам Панарин На первом Видите 69 Панарин 69 Передачкин 61 Лайны Лайны Не забрасывал В последних матчах По полезности Показатель плюс-минус Передачкин 82 Первое место Панарин 53 Второе Хедман Третье 42 Штрафные минуты Нолан Обогнал Все-таки Передачкина 154 У него 150 У Виктора Мы так с ним И не сразились В драке Но его не было на льду Когда играл Передачкин Кстати с Клиффордом Тоже Не сразились Ааа Погоди Я не перепутал Тогда Я Сан-Хосе же Нолан А Клиффорд И Сент-Луис Я по-моему их перепутал Команды их Ааа Это что такое Это броски Ну бросков да Процент тоже не очень У Передачкина Ааа Так Время на льду За игру Тут Виктор Не в лидерах По проведенным минутам Тоже Процент вбрасываний Ну Какой у Виктора Кстати Тут надо Отсортировать По-другому Например Вот так И посмотреть 47,3 Ну Нормально Могло быть лучше Конечно Надо 50% Хотя Так Силовые приемы Витя на первом Немет наш на втором Труба на третьем Вот это наша игра Да Вот это да Блокированные броски 35 У Вити неплохо Потери очень много Больше всех Перехваты Тоже больше всех 236 То есть Компенсируем Понимаете Потери шайбы Перехватами в обороне Ну и драки Не догнал я Нолана Да у него 23 У меня 18 драк И все победы кстати В драках У Клиффорда 14 Ну как-то так Это индивидуальные Данные Статистические Итоговые В регулярке Отыгранные А теперь А теперь В дивизионе 136 набранных очков У рейнджеров 64 победы 10 поражений Всего лишь 8 в овертайме Супер статистика Процент побед Почти 83 Шайб заброшено 355 Больше других 100% Шайб за игру 4.33 Пропущено 227 Тут примерно Одинаково С остальными Хотя поменьше Голы в большинстве 84 Вот она Реализация наша 38.5% По-моему Еще возросла Пропущено шайб В меньшинстве Довольно много По сравнению с другими Хотя 4 Не так уж Чтобы много Пропущено шайб В большинстве 30 Может наоборот Опять тут Это большинство А это меньшинство Ок Время в меньшинстве 186 Удаляемся не часто Это хорошо Дома и в гостях Примерно одинаково Играли По статистике В гостях чуть похуже Это понятно Так Ну и вся лига Тут у нас Эдмонтон Второй 30 шайб Как Баффало Ну-ка Баффало себя ощущает Да 16 место 90 очков 40 побед Кто у них там лидер Кого там надо Опасаться Ну-ка Давай посмотрим Баффало 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 А россиян у них нет Да В нападении По крайней мере Так Это понятно А что у вас с вратарями Кто у вас там Ага Ритих Дэвид Или Ритич Не знаю Мразок О боже Ненавижу его Он иногда Он иногда может Такое тащить Наверное Оба сыграют Против нас Какое-то время Ну и давайте Глянем Дерево Плей-офф Кто на кого попал Значит Запад Сент-Луис Виннипек Далла Старс Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Анахайм Эдмонтон Ойлерс Калгари Флеймс Сан-Хосе Шаркс Конечно Анахайм Майти Дакс Как там Да по-моему так Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Айлендерс В нашей восточной конференции Нью-Йорк Рейнджерс Баффало Сейбрс Флорида Пантерс Торонто Мэйпл Ливс Тампа Бэй Лайтнинг И Вашингтон Кэпиталс Вот такие пары У нас В плей-офф НХЛ Если выигрываем Попадаем на победителя Коламбус Айлендерс Если будет заруба Двух Нью-Йорков Ну Дерби опять В полуфинале Востока Вот это будет горячо Сначала надо Баффало пройти Конечно Сначала надо пройти Баффало Так Ну что ж Я наверное На этом закончу серию Следующий Мы Посмотрим бонусы Там Какие можно активировать Ну один я уже помню Выбрал Это активный отдых Чтобы добавить себе Немножечко баланса Денег у нас там Накопилось прилично Может быть еще На что-то хватит Так На 90 дней Да Это должно хватить На весь плей-офф По идее Конечно В апреле начинается У нас тут уже плей-офф 8 апреля Интересно Да И там Май Июнь Будут продолжаться Эти матчи Да Ребят Следующая серия В субботу уже Плей-офф Кубка Стэнли 1-8 финала Или Четверть финала Конференции Кому как больше нравится Против Баффало Против Сабелек Посмотрим Справятся ли Рейнджеры С давлением Это уже будет Совершенно другой уровень Сопротивления Возможно И конечно Уровень ответственности Будем бороться За звание лучшего игрока И в плей-офф Конечно Самого полезного И так далее Не забывайте Про лайки И комментарии А также Про подписку на канал Если вы еще не подписаны Ну и заглядывать в описание Ссылка на плейлист Со всеми сериями Сериями Карьеры По порядку Там И на группу ВКонтакте Тоже Пока